Фасад дома номер 25 по улице Ивановской в Кохме выглядит вполне прилично. Прохожие наверняка и не догадываются, что за симпатичной оберткой скрывается настоящий коммунальный ад. По стенам в подъезде бегут трещины. Деревянные перекрытия давно сгнили. Из года в год их заливало кипятком во время пуска отопления. В этой квартире в 2010 году рухнул потолок. Хозяйка и ее соседи сверху не пострадали чудом. И вот лишь спустя 6 лет Анастасия Титова отважилась на хороший ремонт в своей квартире. И вот я всеми силами боролась и только в конце 2014 года через ЧАЭС выделили деньги для ремонта этого перекрытия. Вот единственное, потому что там людям негде было жить и так далее. Вот отремонтировали. Но отремонтировали, если граждан проекта рекомендовал монолитные перекрытия, то они обратно отремонтировали, новые балки деревянные завели. Но уже утеплитель стал нормальным, нетяжелым шлаком. То есть я теперь уже могу эксплуатировать. Только дали мне в этом году, что я имею право безопасно эксплуатировать это помещение. А между тем, менять перекрытие необходимо во всем доме. Такое заключение выдала компания «Ивановый граждан проект» еще в 2011. За обследование конструкции дома жильцы тогда отдали порядка 93 тысяч кровнозаработанных. За годы менялись управляющие компании и главы Охомской администрации. Все что-то обещали и не более того. В коммунальной квартире номер 12 живут сразу три семьи. Убить куском штукатурки здесь может прямо на пороге. Вот упала. Мы взяли проволоку, набили на эту проволоку, штукатурку сделали. Она у нас простояла лет пять, наверное. Потом начало падать. И внучка со школы и шла вот на это расстояние. Вот пришла, и за ней, и за спиной кусок отвалился. И мы взяли его, оторвали, побоялись, чтобы еще кого-нибудь не убило. Убило бы. А вот так выглядит потолок над детскими кроватками. Залатать пытались. Бесполезно. Все валится обратно. В этой комнате силу притяжения укращают с помощью вот такой конструкции. Деревянные подпорки, чтобы потолок не рухнул, поставили еще в 2010 году. Тут же тазик на случай дождей. Правда, в 2014-м крышу отремонтировали. И стоит он здесь скорее по привычке. Своими силами, это, знаете, мы посчитали, очень дорого выходит. То есть у меня муж сам занимается кровлей и лазил туда на чердак. То есть мы так посчитали, это очень дорого. И столько, сколько плачу я вот сейчас за эту квартиру, извините, вот мои вот эти 14 квадратных метров, у меня выходит в 3 тысячи. Я считаю, это очень дорого, во-первых. И я еще должна за кого-то это сделать. Я считаю, для меня это очень дорого вообще-то. Поменять прикрытие своими силами жильцы не смогут при всем желании. Нужны специалисты и большая сумма денег. К капитальному ремонту этот вид услуг также не относится. На ближайшее время рекоператорам запланирована замена инженерных коммуникаций. Многие из жильцов, у кого была такая возможность, квартиру уже поменяли. И с трещащего по швам дома съехали. Остальные живут в постоянном ожидании беды. И с боязнью быть погребенными под обломками собственного дома. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иванова.